Ох, это же снайпер СВТ, самозарядная винтовка Мосина, почти снайперская винтовка Мосина, токарева, ладно, так уж и быть. Вот я и тоже вас приветствую. Ты скажи, зачем ты живые деревья срубил? Это не живые, это я сделал поросль, вырубал, чтобы было лучше папоротнику расти. Нормально же это, мы сетки будем ставить, жрут, они все ищут, они рыбу будут ловить, это палка для сеток. Андрей, иди сюда. Блин, сорвался. Походу, ребята, какой-то огромный сигнал, может быть опасная находка. В любой момент может что-то случиться, так что, Михаил, будьте аккуратны. Постарайся. А, блин. Магнитилась, сейчас переманюсь. Походу, это одна из самых больших болванок, тостанных нами из-за реки. Кто знает, какого размера это будет штука. Сейчас. 120? Я бы сказал, это 150. Да, это 150. Так, ребята, оружие мы нашли на глубине, какое-то гигантское, копали, перекопали все. Похоже, это что-то интересное по глазам Михаила. Нет, но это, кстати, тоже классная штука. Смотри, какое состояние металла. Без доступа кислорода зачастую находки, ну, не в этом случае. Но частично. Она даже не была прикручена. Но краска-то есть. Есть на липы на гранате. Ну, такая же красота. Жалко, что это граната, а не какая-то полезная штука. Еще не все. На мой курсе, что ты не будешь ради граната. Конечно. Все перекапывать вокруг. Да, ради бутылки. Самое смешное, что она с воздухом не всплывала. Шампанское. На письме есть. А забито чем? Землей. Она, скорее всего, когда вода была упавшая, попала, а потом и замыла. Так, ну, я не ради этого вызвал. Пистолет, пулемет, шпагина, ребята. Сломал-то его, да? Да. Посмотри, у него даже шом полторчит. Отсюда. Только это не ППШ. ППД, ребята. Ну, почти ППШ. У ребята ППД-40. Да, если бы не сломался приклад. Глономаслом так пахнет. Но саперы с ним поработали, конечно. Выкинули затвор. Магазина нет. УСМ весь поломанный какой-то. Угу. Осколками тоже он побит. ППД-40. Очень редкий, ребята, образец вооружения. Самый СМ-то, смотри, в масле весь там. Угу. Какое состояние внутри. Внешний кожух немножко погнел. Да, я, к сожалению. А так вообще огонь. Угу. Угу. Он почти как новый. Продолжаем разрабатывать яму. Уже надоставали еще кучу бутылок и гранат. Находки продолжаются. Очередная гранатка. М-39. Миша уже хотел ее взорвать, наверное. Зачем-то открутить. Нет, шарик рядом был. Ну. Видимо, в те годы еще. Смотри, как он синий. Ну вот уж синий. На нем еще надписи. Видно будет. Ремешок, как и часок. Коры встречается здесь постоянно и очень много. Внутри реально какой-то типа часового. Нет. Это под шлем. Нет, подожди. Какой под шлем? Ты что, такой тоненький? Нет. Это компас. Смотри, какой маленький. Компас под шлем. Ой, компас часы что-то там в духе. Явно не с разгрузки. Где часы? Туфелька чья-то. И еще одна граната. М24. О! Это дымовушка? Нет? Нет. А, да. Да, это дымовая получается. Полоса-то белая. 42-й год. Угу. Почему она разобрана? Кости. Только мне кажется, что это не человек. Ну да, скорее всего нет. По такому кусочку сложно определить. Да и что будем делать? Какой-то калоша. Скорее всего просто скушали какую-нибудь лошадь. О! Как раз треугольник? Нет. Не наша, да? Ромка написано, нет? Ромика. Ромика. А что-то подобное находили, нет? 43-44, нет, я не помню. Ну вот по протектору находили. Но там надписи не было на дне. Ну, подожди. Протектор, да, вот этот. Протектор знакомый, в прошлый раз было. Может, не, Ромика, по-моему, была надпись. Мы уже обсуждали это. А, ну, это без меня было уже. Не-не-не-не. Катя копала, наверное. С тобой, с тобой. Именно мы вот этот протектор обсуждали. И Ромика. Ладно. Разберемся потом. Видим, какие-то стандартные сапоги были, которые уже обрезали калошу. Не он. Хороший сапог-то? Был. Был. Жилка. А? Вторая. Такая же. О, даже остатки этой фольги остались. Шампуня этот поглощали в бешеных количествах. Ну, просто, что-то было тогда-то. Блин, целый бы. Детонатор. Еще нашел. Электродетонатор, ребята. Где детонатор? Ну да. Бэтмен бы оценил. И гильза 37 миллиметров. Омедненная. Она красивая. Тридцать девятый год. ПЗГ. Господи, что это такое? Откуда там 20-ти миллиметровочка завалялась? Немцы-извращенцы. Смотри, какое состояние. Это, ребята, зенитный патрончик. Из-за того, что он был в гильзе, он, наверное, в состоянии... А гильза латунная? Что гильза? А, от гильза. Гильза передала свою гниль. Ох. Ну, там краска-то слетит желтая. Или нет. Главное быть аккуратнее с такими штуками. Потому что чем меньше снаряд, чем чувствительны у него механизмы. В лишний раз не дотраги до детонатора. Гасаев уже ставит с ложкой и зовет нас на обед. Да, пора на обед. Говорит, хватит копать уже. Да, а то все остынет. А Миша все продолжает доставать различные артефакты времен войны. Еще один детонатор. Электр. Кусок ящика колотушечного. Какой-то огромный замыв тут. Находки все прут и прут. Так вот ничего не... Ого. А вот эта дымовая граната, вон та, она вот отсюда. Да, отломалась. Эта граната отломалась. И этот кусок ящика, который от него, походу. Какая переноска классная. Не надо причмокивать, газай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ручка-то почти как новая, если бы не Миша на пассатиже Это дымовая, чтобы в темноте не путь граната Немецкие подсумки, ребята Не в сборе, потому что крышки уже и не найдешь В воде, куда они уплыли, непонятно 42-й год подсумки Жалко без крыш О, она интересная Здесь рядом блиндажи проходили Тоже с надписями, да? Что пишет? Главное, чтобы она не раскололась до конца К написано сверху, в каком-то щите Карастус Это знаменитая фирма была Пивная, наверное, или лимонад Эф-мэ-о-мэ-дус Мэ-мэ-мэ-дус Там Газаев водолаз сидит и подает Михаилу Золото! Золото-золото! Ребята, золотой портсигар только рамка осталась, остальное сгнило. Интересно, это подсигар или кошелек? Кошелек думаешь? Подсигар только тонко что-то. Ну почему, если у него выпуклые такие картонные были? А мы можем? Да. Если часто золотые кошельки делали? Или только нам ведет? Либо подсигар, либо рамка. Ну золото мы сегодня уже нашли. Блестит. Ну как ты думаешь? Золото не окисляется. Огонь. Добро все прет. Стаканчик бакелитов. Нет, это тот самый какой. Для детонатора немецкого. По-моему переноска или хранителя. По-моему в них именно отдельно хранились. Это не снарядный какой-то. Это для снаряда, для носа снаряда. У него есть крышка, он отдельно, типа Клаза или кто-то там хранился. Это для снаряда. Но он не на снаряду в общем, а просто в нем отдельные детонаторы хранились. Взрыватель, не детонат. Взрыватель, да. Прям день детонаторов. И электрозрыватель еще один. Это не электрозрыватель. А, это тот самый какой. Это масленка. Это масленка для маузера. И ключ чудесный. Думаешь для МГ? Да. Опа, они из нержавейки. Это эти сам планочки? Да, это спайка планок. Опять из нержавейки. Ну не все. Я вижу вот это скорее всего из нержавейки будет. Редкий капец. И вот это из нержавейки. Надеюсь, у них и пружинки тоже из нержавейки. Нет, пружинки железные у меня тоже. А, блин. Нет, в прошлых мы находили нержавейки электро. Или что это за провода там сейчас? Я не знаю. У меня на руки просто зацепился. Какая-то помойка череда, ребята. Здесь балиндаж рядом. У меня отключится. Немцы сваливали все подряд. Это из набора для чистки маузера. Масленка слева. И всякие штуки. Газаев, как ты дожил до этого? Ковыряешься в немецких помойках? Хоть печку. Печку Газаев разграбил брендаж. Не говори. Обувь. Осталось чуть-чуть. Вон, Михаила. Это обувь. В другой стороне надежды. Газаевич, тебе положу такую стельку. Ну, не говори. Мне, по-моему, контент. Гвоздиками. Гвоздиками вверх. О-о-о-о. О-о-о-о. Советский телефон, ребята. Кто-то, наверное, советский какой-то. А может немецкий кто-то знает. Нет, вообще советский мы такой находили, да. С кнопкой. А камень какой хороший. Это он шумит? Какой-то воздух в него пошел, зашипел. Нет, измени. Там написано на менталке. Карандашом. Или чем-то. Вот здесь. Знак качества, подпись дали. Каким-то карандашом. Да, подпись, не знаю, приемка какая-то. Не знаю, или просто куда-то на память оставил автограф. Жалко несколько пасселей. Вот такой, ребята, телефон. Видимо, он сломался. Его просто выкинули. Находки все продолжаются и продолжаются. Когда мы уже свалим на следующую точку. У меня тоже что-то там не найти, но сейчас откопаем. Почти МП-40. Мы уже нашли пружину. Стой. Мы нашли подаватель и заднюю крышку. Вот задняя крышка откуда была. Вот, да. Возможно, подаватель из него, на самом деле. Да-ка, подаватель, да. Может, сапер где? Нет, саперы не настолько сумасшедшие, чтобы магазины еще рассапели. Ты помнишь, Газаев? Да сейчас я тут достану. Немножко осталось. Молчит, говорит, что-то интересное, видимо. Глаза у него... О! Что-то большое. О! О! О, ребята. О, ребята. Диск от пулемета Дегтярева. О, вот здесь. Да. Вот здесь. Ага. Что ж там? Только пустое, видно. Вода вытекла. А сам Дегтярев-то, небось, ногой куда-то вправо отпихнул. А что, по глазам видно? Медный? Хорошо так. На 45 патронов написано. О! Ого! Ого! Медный, что с ней стало? Это гниль ее так проела. Нет, Юра, это не проела. Это попадание, наверное. Это попадание. И вот попадание. Ну, может, ее как раз положили вместе с другими собратьями и доданули все это дело. А, почему может быть? Пытались уничтожить. Ну, карболит только чуть-чуть треснул. 50 миллиметров, минометная мина немецкая. Вот это, кстати, тоже вмятина. И вот это вмятина. Посекло ее, короче. Осколка. Она сама не сработала, непонятно. В опасную штуку. Что там такое интересное? Ну-ка. 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 Засасывает как-то, а? Отгазаем. Ну, завидуете. О! Ого себе! Я думал, что что такое круглое? Подожди. Не вынимай. Застряла от ракетницы. Да. 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 От ракетницы. Задняя часть от ракетницы. Блин. Короче, от гильзы. Это это. Это газбак. Немецкий контейнер для противогаза. Собственной персоной. А нету самого. У-у-у. Куча родной краски. Прекрасно сохранился, потому что глубоко было. Ну а что, поискать что-то там, а? Газаев возбудился. Сразу же можно обратить внимание, у него детский взгляд. Огоньки. Угу. Крышка там расписная. Сейчас посмотрим. Крышка расписная. На подхотлобок. А, да, есть на надписи. Посмотрим. Что внутри? Ты покажи, есть там все эти... Блестит так внутри. Алюминиевая вставка там внутри, да? Конечно, да. Что-нибудь, конечно. Часто их можно не встретить. Кого? Алюминиевые вставки? Да. Обычно они на входу. Они обычно... Да, они обычно просто отдельно валяются. Выдранные. Уже вечерело. Последние сигналчики. Мы сегодня берем. Последнюю помойку. Да. Добиваем. Как обычно, батарейка. Что-то... Это от детонаторов, по-моему, да? Да. От таких... От... 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 От нишек, нет? Я не помню уже. Нет, вряд. А, может, и от них. Залк 36-2000. Я забыл уже. Я не сам сказал. Нет, по-моему, от детонаторов от каких-то снарядных. Субтитры подогнал «Симон»